Итак, давайте потихоньку начнем. Тогда я попрошу наших админов переключить следующий слайдик. Вау, четенько слайдики переключаются, мне прям нравится. В двух словах прям. Есть такая традиция, что спикер вначале рассказывает о себе максимально коротко. Очень интересно, что когда я был на западных конференциях, немецких, американских, там вообще народ чуть ли не половину лекций рассказывает о себе, показывает фоточки своих собачек, как он с детьми и все прочее. Это выглядит довольно забавно. Мы, конечно, такого делать не будем. Расскажу вам просто про свой опыт пару слов, чтобы вы понимали, почему я вообще могу об этом говорить. В геймдеве работаю последние где-то лет 14 примерно. И начинал с инди-разработчика. То есть просто вот с друзьями делал игрушки. Это еще были старые браузерные игрушки. И поэтому это просто было очень весело, клево. И так сложилось совершенно случайно, что мы, как несколько студентов, взяли и заработали денег на этих играх. И смогли дальше с этих денег делать следующие игры. Но потом пошел работать в Mail.ru для того, чтобы у больших серьезных игроков рынка нашего научиться, как вообще все это работает. И вообще, вы знаете, если у вас будет возможность поработать в большой крупной корпорации, всегда очень советую это посмотреть. Потому что вот там уже за вас все придумали, все решили, как оно работает. То есть это на самом деле клевая тема, чтобы научиться. Хотите вы там работать дальше или нет, я не знаю. Вот там понравится, вам не понравится. Может быть, вам супер понравится. И вы там целую карьеру себе построите, станете крутым продюсером. Главное, что во всех таких больших компаниях уже до вас все налажено. Это значит, что там есть чему и у кого учиться. Вот. Ну и поработал в небольших разных компаниях. Может быть, слышали, там такая студия Panzar делала одноименную игру. И потом работал в компании Rocky Jump, директором отдела геймдизайна, потом департамента. То есть это и продюсерская была работа, и административная, как нас всех организовать и делать клево. Потом работал в воронежской студии, называется Datcroft. Вот, может, слышали нашу игру Фрагория, ММО, браузерная и клиентская, PC-шная. Вот. И, наконец-то, в феврале этого года стал делать гиперказуальные игры. Видите, как я проделал большой путь от PC-шных к браузерным, социальным, мобильным и потом уже гиперказуальным. Рынок наш упрощается. Вот, интересно следовать, смотреть, что вообще происходит. Окей, хорошо. Теперь вы про меня немножко знаете. то делал я на все платформы и игры, и это было клево. Поэтому давайте дальше. Вопрос в чатике про VR. VR – это все к Вячеславу. Вот Вячеслав у нас круто умеет с VR работать. Итак, значит, помимо основной работы, которая у меня есть, связанная с геймдевом, также уже шесть лет преподаю совместно с другими крутыми людьми на программе менеджмент игровых проектов. Вот, мы ее с Вячеславом как раз делали, и поэтому, если кому-то интересно, welcome. Окей, значит, вы теперь знаете, что я еще и преподаватель. Теперь перейдем к нашему основному материалу. Слайдик поменялся. И что я вам хочу рассказать? Ну, первый мой тезис, наверное, который должен очень хорошо отложиться в голове каждого, что делать игры – это сложно. И да, это так же весело, это так же круто, как в них играть. Это правда. Может быть, по-другому круто, но все равно очень здорово. Тем не менее, это сложная задача. Сделать игру – это нечто просто нереальное. И чем эта игра сложнее, тем больше на ней работает людей. Вот, многие говорят, я хочу сделать свой Варкрафт, своего Ведьмака, Mass Effect и так далее. Окей, как бы желание такое позитивное. Но что же на самом деле стоит нам сделать этого Ведьмака? Вот над базовым Ведьмаком 3, без дополнений, работало полторы тысячи сотрудников три с половиной года, на что было потрачено 67 миллионов долларов. Я не говорю про рекламу, маркетинг, сопутствующие расходы. Это вот разработка. Вопрос, как вы понимаете, тут же появляется в голове у каждого из нас. Ну, а можно ли сделать нам, там, трём студентам или даже небольшой компанией в 20 человек, можно ли сделать такого Ведьмака? И ответ, как мы понимаем, не очень перспективный, не очень радужный. Каждый из нас по отдельности будет делать Ведьмака, наверное, дольше, чем срок нашей жизни. Поэтому, конечно, это одна из причин, почему в нашем постсоветском пространстве, в России, в том числе, Ведьмаков не делают. Пока что, да. Это требует огромного количества суперопытных людей. Так что это супертяжело. Ну, что же нам тогда, отчаяться, что ли? Нет, конечно, нет. Несмотря на то, что наша индустрия молодая, это не Америка, где уже в 1971 году была очень крутая игра Space Invaders, заработавшая миллион долларов тогда и привлекавшая инвестиции. А в сумме она заработала 13 миллиардов долларов. Это самая зарабатывающая игра в мире. То есть, может быть, кто-то даже не слышал про Space Invaders, да? Это игра для, изначально для игровых автоматов вообще, там, в боулингах, в киношках. Вот. Поэтому они, конечно, имеют огромные опыты. Но мы развиваемся очень быстро, и мы молодцы. Поехали дальше. Я думаю, у вас уже сложился объем, понимание этого объема, насколько у нас все круто и сложно. Давайте посмотрим комплексно вообще. Представьте себе, что вы игровой разработчик, профессионал с большим опытом. И вот что для вас игра? Давайте вот это посмотрим, подумаем. Ну, я бы ее разложил на несколько частей. Во-первых, главное, наверное, то, что касается игры, это вообще так называемое видение или vision. Это понимание кем-то, к примеру, продюсером игры, то есть человеком, который ее разрабатывает. А что это вообще за продукт такой? Для кого он? Кто будет играть? Какие у них потребности, что хочет эта аудитория и так далее. Продюсером в геймдеве мы называем именно вот человека, который способен игру придумать, довести до конца. То есть вот прям самый-самый такой основной. Помимо продюсера, конечно же, у нас есть огромное количество других специалистов, которые там делают все очень круто. Но, тем не менее, продюсер все-таки основной. Окей, придумали игру. Вот, предположим, вы мега-клевый продюсер, геймдизайнер, кто угодно. Я сильно не буду углубляться, просто скажу, что у многих из нас есть такое мнение, что игру придумывают геймдизайнеры. Это и да, и нет. На самом деле, конечно, основы игры, вот все эти механики, все, что должно быть, закладывает продюсер. В IT эта специальность называется product manager. В геймдеве мы говорим продюсер. И геймдизайнеры – это скорее люди, которые умеют вот это вот продюсерское видение переложить в реальность. То есть продюсер говорит, я хочу боевку. И вот чтобы там было клево. И, соответственно, геймдизайнеры уже продумывают, как это реализовать. Соответственно, мы тут говорим про такие пункты, как, скажем, реализация, да, раз мы ее затронули. Это программирование, арт, то есть визуальная составляющая, графика. Это контент, то есть производство уровней, локаций, всего, чего только есть в игре, сценария и так далее. И, естественно, эта реализация, как вы видели, по Ведьмаку – это что-то достаточно долгое и дорогое. Помимо этого, есть всегда бизнес-составляющая. То есть любая игра – это деньги, которые нужно где-то найти, это расчет окупаемости, чтобы понять, что мы эти деньги отобьем. Мы же делаем игру не просто так вот взять, потратить 100 миллионов долларов, сделать игру и умереть. Нет. Мы хотим, чтобы игра была интересной, успешной, чтобы она заработала денег, на которые мы кормили своих сотрудников, платили им зарплаты, чтобы потом делать еще игры. То есть это какая-то долгосрочная история. И, наконец-то, во всем этом есть маркетинг. То есть если раньше можно было говорить «А, давайте сделаем клевую игру, кто-нибудь ее купит, и все будет хорошо». Сейчас, к сожалению, в день выходит несколько тысяч игр, ну или, к счастью, я не знаю, но это приводит к тому, что без маркетинга ничего не получится. То есть вам нужно уметь клево продать, рассказать, донести людям про вашу игру. И очень часто маркетинговые бюджеты гораздо выше, чем стоимость самой игры. То есть, к примеру, мобильную игру, мидкорный баттлер какой-нибудь хороший, стоит или стратежку сделать миллион, полтора миллиона долларов. Еще 10 миллионов долларов нужно на то, чтобы их продать, разрекламировать. Вот как-то так. Был вопрос в чате, чем отличается ААА от Инди. Ну, обычно говорят, что главное отличие – это подходом. И, соответственно, подход этот обусловлен количеством ресурсов, то есть людей и денег, которые у нас есть. Если Инди рискует только своей пачкой доширака и своим соседом-студентом из другой комнаты, то AAA рискует финансами огромной корпорации, поэтому там все очень жестко, серьезно и с большим контролем. Что ж, сегодняшняя конкретно тема, наш интерес вот по всей этой огромной пирамиде, состоящей из многих блоков, рассмотреть пока, наверное, только первую часть. То есть, продюсерский вижен, гейм-дизайн, игровая логика. Как продюсер в своей голове придумывает эту игру. Поэтому поехали дальше, на следующий слайд. Пока у вас меняются слайды, я успеваю пить кофе и очень радоваться. Итак, с чего начинается придумывание, создание игры? Ну, обычно, конечно, с видения, про которое я говорил, понимания. И это понимание, пока оно только в голове, это, конечно, клево, но недостаточно. Поэтому всегда все нужно документировать. Представьте себе, что вы не один работаете над игрой, а у вас несколько человек. И поэтому, чтобы передать всем им информацию, нужно ее записать, структурировать. И одна из важных частей процесса создания игры – это процесс документирования. Когда мы ведем гейм-дизайнерскую, так называемую, продуктовую документацию, актуализируемую, следим, и все вот с этим связанное. Есть принципиально два разных типа документации – продуктовая и проектная. Продуктовая – это вот то, что касается игры, ее описания, да, то есть как раз гейм-дизайн. Проектная – то, что касается проекта, то есть процесса разработки. Такие регламенты, отчеты, рекапы и так далее. Сегодня нас интересует продуктовая. И конкретно вот вижен-документ. Видите, прекрасный персонаж Darkest Dungeon решил нам помочь составить список того, что должно быть в вижен-документе. И обычно продюсер записывает сюда такие самые базовые, основные понимания, блоки игры. Это на какой платформе игра, да, то есть это мобильная, браузерная, там, PC-шная, консольная и так далее. Это то, какой жанр у игры, стратежка, RPG и все прочее. А жанр по факту – это набор механик. То есть если раньше на PC жанры были достаточно четко очерчены, вот это вот RTS, и она выглядит вот так. Вот это RPG. И выглядит RPG вот так. То с приходом мобайла, когда механик стало больше, они стали разнообразнее, жанры немножко размылись. И мы уже говорим там не совсем про четкие жанры, а про некое сочетание механик. Ну, естественно, современные PC-шные игры, они тоже это стали использовать, и у них уже не настолько четкие жесткие границы. Естественно, есть такое понятие, как сеттинг. Это мир, в котором происходят события. Ну, к примеру, сеттинг Майнкрафта. Вот здесь прям у нас придуманный некий мир. Сеттинг включает в себя всю историю этого мира, ее вселенную, персонажей. То есть это работа сценариста во многом. Есть у нас такие в геймдеве профессии, как нарративный дизайнер и сценарист. Есть такое понятие, как IP – intellectual property, то есть интеллектуальная собственность. И это означает, что игра сделана по франшизе. Ну, к примеру, игра во вселенной Warcraft'а или там Mass Effect'а или еще что-то. Есть понятие такое, как USP или по-русски UTP. Это уникальное торговое предложение. То есть чем ваша игра отличается от других? Как вы понимаете, мы это тоже записываем в своих документах. Вижу вопрос в чате. В чем различие между нарративным дизайнером и сценаристом? Сценарист – это человек, который пишет тексты в первую очередь. То есть он пишет квесты, общий сценарий, все игрушки и занимается тем, как придумать сюжет. То есть он больше писатель. А нарративный дизайнер, он еще должен уметь перекладывать все эти сценарии, все эти тексты на игровые механики. То есть нарративный дизайнер – это такой геймдизайнер, то есть человек, который занимается игровой логикой, который умеет с помощью элементов игры передать сюжет. Совершенно не обязательно, что он его сам пишет, но часто бывает, что нарративный дизайнер, в том числе и сценарист. К примеру, он такой говорит, окей, пусть в игре будут текстурки на стенах, и в этих текстурках будут какие-то кровавые послания. Таким образом он, скажем, передает, что здесь кто-то был, его убили. То есть наталкивает игрокам какие-то мысли. Где-то разбиты лампочки, где-то появляются какие-то звуки. Все вот это в том числе может быть продумано нарративным дизайнером. Конечно, есть игры очень большие, скажем, при разработке игры Dead Space. Этим занимался прям не только один нарративный дизайнер, а целая группа. Вот вопрос в чате, да, это посредством интерьера рассказ. Вот в Dead Space был отдельный человек, который отвечал за саунд дизайн, и отдельный человек, который отвечал за интерьер. То есть в группе, в команде нарративного дизайнера были люди, один из которых передавал атмосферу через звук, другой через визуал, через текстуры, и третий через какие-то события. Когда вы идете по коридору, и тут ба-бах на вас сверху что-то свалилось. Такой скример. И причем это не обязательно, что свалился монстр. Может, просто что-то поломалось. Есть ли в серьезном геймдеве пример геймдизайнера, который занимается и механиками, и нарративным дизайном? Кодзима. То есть есть такой продюсер, который занимается очень многим. Вопрос, будем ли рассказывать про проектов. Ну, про проект-менеджеров сегодня мы как бы не планировали говорить, но если время останется, то можно упомянуть и их. Разница, главное, чтобы вы понимали, что есть такая профессия крутая, проект-менеджер, PM, и она отличается от продюсера, то есть от продюсера, своими ключевыми задачами. То есть если продакт, он про продукт, как из названия говорится, то проект-менеджер, он про проект, то есть про процессы, про команды, про людей, вот это все. Окей, поехали дальше. У игры должна быть целевая аудитория. Нет, это я зря сказал, поехали дальше. Верните, пожалуйста. Вопрос, есть ли примеры в русском геймдеве. Да, у нас вот сегодня будет выступать пикер из игры Pathfinder Kingsmaker. То есть, в принципе, да, в российском геймдеве тоже очень много крутых примеров и нарративного дизайна, дизайна и сценаристики. То есть, в принципе, как бы российский геймдев, он крут мобайлом, потому что мы вовремя в мобильную индустрию попали. Мор, да, тоже. Почему у нас там с PC, с консолями хуже? Ну, как я говорил, потому что мы просто не успели, да, у нас в это время были 90-е годы, мы не попали. Вот, ну ничего, мы все наверстаем. Мы очень крутые. Итак, значит, у нас есть в игре целевая аудитория рынок. То есть, продюсер должен всегда понимать, для кого он делает игру. Я могу сделать крутую игрушку для широкой аудитории, но это будет гиперэказуалка. Потому что более каких-то вот там конкретных продуктов для всех одновременно сделать нельзя. Значит, я думаю, что вы должны хорошо понять, кто ваш игрок. Это вот опыт подсказывает, что без этого практически нереально сделать крутую игру. Вот вы сами игрок своей игры? Или вот кто? Кто вообще? Как он выглядит? Мужчина, женщина какого возраста, в каком регионе? Во что он еще играет? Что он любит? Комиксы, фильмы? Или как? Это чувак, который любит поставить кружку пива на пузо и сделать два выстрела в World of Tanks? Или это девушка лет 18, которая любит раскрасить модельки в своей игрушке или там в сторисы поиграть? В общем, это очень-очень большая и сложная тема. Что вы можете сказать о фан-сервисе в играх? Ну, как бы тема крутая, тема очень большая, в нее трудно погрузиться, успеть. Но я считаю, что это один из современных трендов. Поэтому есть куда в этом плане двигаться. Я думаю, это хорошо. Помимо того, что я сказал, для кого делается игра, очень важная часть – это core gameplay. Это то, на что мы сегодня будем смотреть во многом. Как сделать игру. Под core gameplay мы подразумеваем некий базовый игровой цикл, то есть во что игрок все время играет. Есть некие механики дополнительные, а есть основные. Это мы еще рассмотрим. Ну, и, естественно, есть то самое проектное управление, что делает PM, сроки, стоимость разработки, технические какие-то составляющие, риски и так далее. Это все тоже пишется в Vision документе. Обычно он составляет буквально пару листочков, и дальше уже делает что-то более большое. Будет ли презентация в отдельном файле? Наверное, наверное, я думаю, что организаторы обязательно это уточнят. Вот я думаю, Вячеслав попробует. Да, давайте это, давайте презентацию в отдельном файле. Я сейчас скину в раздел «То же самое новости». И как думаешь, Кость, может, отдадим ребятам сразу документ, который показывает, как выглядит Vision, шаблон Vision, чтобы вот ты сейчас про него рассказываешь? Давай я сейчас в раздел «Новости» сразу шаблон Vision ребятам скину, как считаешь? Да, это очень круто. Спасибо Вячеславу прямо. Я думаю, всем будет очень интересно и полезно. Сейчас все скину в Дискорде, в канал. Спасибо. А мы тогда движемся к следующему слайдику. И там нас поджидает следующий персонаж из Darkest Dungeon. Вообще, люблю эту игру и люблю все игры, где люди страдают. Вот такая есть у меня черта. Окей. Для кого же... Ставьте плюс, для кого есть такая же черта. Да, да, давайте. Кто любит, чтобы люди страдали? Я не один такой, это приятно. Прямо сразу я вспомнил старую добрую клюкву в виде родолерта, к примеру, где можно тренировать медведей и собак и заставлять американцев страдать. Дарк Соулс тоже прям просто мега страдание, это круто. Окей. Для кого же нужна наша документация? Во-первых, нам самим, как геймдизайнерам, она нужна. Потому что нас будет много, мы между собой должны все согласовывать. Так что это важно, это понятно, я думаю. Она нужна исполнителям. И это тоже понятно, да, что все программисты, художники и другие члены команды будут все готовить по вашей документации. Для кого еще? Это, конечно, QA. QA – это тестировщики или специалисты Quality Assurance. Ну, конечно, на самом деле тут есть разница между просто тестировщиком и QA инженером. Это немножко разные вещи. Но мы не будем, наверное, пока углубляться. Просто, чтобы вы знали. Тестировщики смотрят и играют в игры. Их задача основная очень такая простая и одновременно сложная. Они должны проверить игру, которую сделали программисты, в которую геймдизайнеры и художники вставляли свой контент, на то, что эта игра соответствует документации. Вот. Они прямо выписывают. А ошибка, чувак, вот здесь не так, как должно быть. Это тоже важная работа. Конечно же, документы нужны PM и продюсеру. PM, чтобы считать сроки, бить всех плетью, или, наоборот, говорить, какие вы молодцы, сделали все раньше срока. Продюсеру, чтобы фиксировать свое видение. Ну и, наконец-то, документация нужна инвестору, чтобы прям вот как боженька отчислять нам всем денежки на то, чтобы игра разрабатывалась дальше. Следующий слайдик. А дальше у нас начинается немножко, немножко такого уже игровой логики. Мы посмотрим с вами примеры. Я долго думал, как же рассказать вам основы игровой логики, чем мы занимаемся каждый день. И придумал, что, наверное, самый правильный вариант – это будет просто на практических примерах. То есть, что мы делаем. Я вот вам это покажу, и тогда у вас немножко, может быть, появится такое собственное представление. Научите делать ragdollы в Unity. Нет, к сожалению, программирование даже там на ассетах и этих блюпринтах Unreal я рассказать не успею. Хотя сегодня у нас будет спикер из Unreal в том числе. Так что должно быть интересно. Кстати, вот мы сейчас записываем курс. Помимо нашей основной программы менеджмент игровых проектов, которая учит, собственно, геймдизайнеров в основном, мы записываем еще курс, посвященный разработке гиперказуальных игр. И там вот будет в том числе программирование. Потому что идея очень простая – как сделать свою игру. Вот тяжело сделать, если я один, как мы уже поняли, если меня там двое – художник-программист, либо геймдизайнер. Как быть? А вот мы сделаем такой простой курс, коротенький, чтобы рассказать, как вы можете сами придумать свою гиперказуалку, ее спрограммировать, где натырить ассеты. Ой, я сказал натырить. Нет, конечно, нет. Я же хотел сказать купить или взять лицензионно. И, естественно, сделать свою крутую игрушку, которая может дать вам сразу несколько вещей. Чем хороши, на самом деле, для вас гиперказуалки? Во-первых, это реальный опыт. То есть прям взять и сделать свою игру. И сказать работодателю, смотри, у меня есть игра, возьми меня на работу. Либо вы можете заработать с этого денег. То есть в гиперказуалках реально еще и это получить. Я вот, к примеру, пошел в эту сферу, потому что я хочу сделать большие крутые игры, но так вот сложилось, что у меня нету несколько десятков миллионов долларов. Ну вот, извините, вот прям вообще получилось, что нет. Как бы у всех есть 10 миллионов долларов, а у меня нет. Поэтому я решил, чтобы их заработать, сделаю-ка я сначала простенькие гиперказуалки. На них там какой-то деньги подыму и уже буду делать большие игры. Я пробовал получать инвестиции и много инвесторов обошел, что-то даже было удачным. Но с инвестициями всегда есть сложность. Если вы делаете игру за чужие деньги, будьте готовы, что вы делаете чужую игру. Если вы хотите делать свою игру, очевидно, что за свои деньги. Вот. Немножко грустноты и следующий слайдик. Хватит о грустном, давайте о хорошем. Боже, какие у вас текстуры прикольные, разнообразные на персонажах. Блин, это прям огонечек. Я смотрю в зал, и мне прям так нравится. Что такое геймплей? Продюсер начинает с того, что он продумывает игровой процесс. И этот игровой процесс он видит как некий набор так называемых фичей или механик. И есть core gameplay, такой некий цикл, который лежит в основе всего. Он повторяется, к примеру, вот в Майнкрафте core gameplay – это бегать и лутать ресурсы. Тут как бы все просто, да. И вы начинаете докручивать на все это некие дополнительные базовые там и так далее фичи. То есть в World of Warcraft самый-самый core gameplay – это просто путешествие, исследование мира. То есть вот прям более базового ничего нет. На него добавляются фичи, чтобы создать некий игровой цикл, core loop так называемый. На него добавляется боевка, квесты, подземелье, сюжет. Сюжет, да, это очень интересная тема. Вот сейчас в чатике написали сюжет. Это может выполнять сразу две функции. Сюжет – это может быть целью игры, то есть мотиватором, зачем человек играет. А может быть фичой, которую человек как бы по нему продвигается, проходит. Я вам сейчас это тоже покажу. Ну и есть дополнительные фичи – это когда вы решаете конкретные проблемы. Там всякие рефералки, чтобы пригласить друга, там удержание и так далее. World of Warcraft на самом деле супер-мега интересная с точки зрения геймдизайна игра. Этой игре уже более 15 лет. То есть это просто нечто. Она является одной из самых зарабатывающих игр в истории. В ней более полумиллиарда регистраций. И там миллионы активных игроков, если не десятки миллионов, которые имеют подписку. Поэтому, конечно, WoW – это суперкруто. Она успела показать игрокам и мидкор, и хардкор, и элементы казуала. То есть явно есть нам чему поучиться у ее разработчиков. Она прошла просто весь ад. Дота – тоже очень интересная игра, но ее масштаб гораздо меньше, чем WoW. Просто потому, что в Доте это один, скажем, некий крутой, хорошо отработанный геймплей. А World of Warcraft – это просто все. То есть они в одну игру запихали и фермы какие-то, и стратежные элементы, все подряд. Поэтому, конечно, их там препарировать, дезассамплировать и учиться у них – это топчик. Окей. Следующий слайдик. Поехали дальше. Рунескейп – это прям совсем крутая древность. В какой-то момент я даже рассматривал эту игру на паблишинг в России. Просто, ну, она, наверное, стала прародительницей очень многих современных RPG. Кс.го. Кс.го. Вот, пишут в чатике-то тоже. Такая интересная игра тем, что в ней боевка требует скилла. Мы до этого дойдем с вами еще. А пока я вам покажу, как делать базовый игровой цикл. Во-первых, вы должны придумать цель. То есть для чего вообще игроку во все это играть? Ну, к примеру, простейшая цель, которая самая себе напрашивается – это сюжетка. Типа, я вам предлагаю пройти интересный, захватывающий сюжет, узнать что-то новое об этом мире. По-моему, вполне себе достойная цель. Можно придумать другие цели. Убить время. Да. Почему нет? Тоже цель. Вам нужно дать игроку некое действие. И опять-таки в тех самых гиперказуалках это очень легко придумать. То есть прыгни, прицелься, выстрели. То есть одно какое-то простое действие. В играх более сложных, конечно, и действия более сложные. Это уже не просто там попрыгать где-то, а совершить очень сложный набор действий. Но тем не менее, это все действия. Боевка, к примеру. За эту боевку нужно дать игроку поощрение. То есть, чтобы закрепить в нас понимание, что мы не просто так сражаемся. Что есть в этом что-то интересное. Что есть от этого какая-то польза, какой-то прогресс. Ну и, наконец-то, тот самый прогресс – это поощрение, которое у нас есть. Потратить на что-то, что помогает нам в основном действиям. То есть самый простой игровой цикл – это когда мы посражались, получили награду. Использовали эту награду, чтобы прокачаться. Для чего? Чтобы лучше выполнять действия правильно. Чтобы лучше сражаться. Очень простая идея. Но, тем не менее, это важно формализовать. И вот на таком алгоритме вы можете делать свою собственную игру. Придумали. Действия. Придумали награду и прогресс. И придумали цель для игрока. К примеру, целью может быть лидерборды, соревнования. Это тоже хорошая цель. Там, рвать пуканы. Я этого, кстати, не говорил, если что. Поэтому пойдем на следующий слайдик. Дальше мы не позавидуем нашему админу, потому что переключений слайдиков будет много. Что я хочу вам показать здесь. Как монетизируются игры. Обычно мы все думали, что классическая монетизация фри-то-плей – это вот эта стрелочка между поощрением и прогрессом. То есть игроку не хватает времени, игроку не хватает ресурсов для того, чтобы прокачаться, то есть сделать прогресс. Поэтому мы ему говорим, да купи. Вот это вот логика основная фри-то-плея. Но некоторые игры пошли дальше. К примеру, игра Clash Royale между действием и поощрением добавила монетизацию. Они говорят, не получишь ты свою награду, потому что сначала тебе нужно дождать, пока сундучок вскроется. То есть ты получил сундук, но не можешь его открыть, жди 8 часов или плати деньги. Простите. Соответственно, Clash Royale пошла еще дальше. Ну или есть абсолютная классика – это между прогрессом и действием монетизации. Тот же World of Warcraft, который говорит, да, конечно, ты можешь действовать, делай все, что хочешь, вообще без проблем. Просто плати подписку и действуй, и вообще все будет отлично. Ну, как бы окей, тоже вариант. Вообще World of Warcraft с точки зрения монетизации мне безумно нравится. Они вроде как такие, ну, мы типа не сильно про донат, но при этом они монетизировали все, что только можно. Во-первых, они монетизировали так называемую модель buy-to-play. То есть, чтобы играть, тебе нужно купить коробку с игрой либо ключ, да. Если... Чтобы играть дальше, тебе нужно DLC, да, покупая аддоны. Нужен free-to-play, чтобы покупать во внутриигровом магазине всякие скины питомцев. Ну и, наконец-то, что там еще есть? Pay-to-play, плати подписку. Поэтому WoW – это игра, на самом деле, хорошо монетизированная. Видел комментарии по поводу Electronic Arts. На самом деле, я с вами соглашусь. Electronic Arts монетизирует очень много и все. Вообще, они, конечно, очень мегаинтересная компания. Электроники смогли сделать кучу очень крутых продуктов, купить очень крутые студии. Но, к сожалению, есть у них, как все вы знаете, такая особенность. В общем, для того, чтобы ввести такой огромный бизнес, как Электроники, как EA Games, да, в первую очередь, конечно, это EA Games даже, простите, Activision, да, сейчас, Электроники – это и есть EA Games, да. Activision и Electronic Arts. Когда у тебя много студий, тебе нужно разбираться, насколько эффективна каждая студия, насколько хорошо она делает, чтобы вся эта система не загнулась. И поэтому, конечно же, им нужно очень много времени на это. И, в первую очередь, они смотрят финансовые показатели и сравнивают их с теми, которые были желаемые или прогнозные. И им иногда не хватает времени погрузиться вглубь, разобраться, в чем же проблема в каждой конкретной студии. Поэтому студии просто уничтожаются. Иногда это хорошо, иногда, как вы сами знаете, это не очень хорошо. И вместе с действительно проблемными и убыточными студиями могут уничтожаться те, которые теоретически имеют потенциал. Поэтому тут все сложно. Что вы скажете о новых правилах Ubisoft? Об аренде игры, а не покупке. Идея клевая. На самом деле, очень клевая. Я не знаю, насколько это реально зайдет. Поэтому я вот думаю, скажем, в сторону стриминговых сервисов для игр. Это тоже то, что непонятно, зайдет, не зайдет. Клауд гейминг. Там, как многие из вас могут, наверное, даже уже знать и слышать, основная проблема – это трафик. Что клауд гейминг не способен во многих регионах работать. Это в России нам повезло. Что у нас дешевый и быстрый интернет. В Штатах, скажем, интернет намного дороже и медленнее. Я уж не говорю про Азию, Кипр, какие-то еще регионы. Много где есть с этим проблемы. Поэтому клауд гейминг сейчас и стадия, они все движутся в направлении искусственного интеллекта. Передавать мало данных, какую-то ужасную картинку, и потом искусственный интеллект на клиенте ее уже достраивает. Так, я, наверное, не успеваю на все вопросы у всех их увидеть. Есть ли у игры жизненный цикл? Да, жизненный цикл у каждой игры, безусловно, есть. Игры живут в основном где-то там год, два, три. Но есть исключения. И этот жизненный цикл связан, в первую очередь, с объемом аудитории и финансовой составляющей. То есть чем больше денег приносит игра, тем больше у разработчиков возможности эту игру развивать. Ну вот, поэтому тут как бы тоже тема очень глубокая. К сожалению, просто не успею ее как-то раскрыть, как ей полагается, как должно быть. Интересно послушать о сервисах подписок. С сериалами уже вовсю это продается. Вы знаете, подписки в играх были очень давно. Это как бы и в онлайн, это World of Warcraft, это очень круто. Но фри-то-плей подписки отодвинул на второй план. Фри-то-плей, как вы знаете, очень азиатская во многом механика. Поэтому она оказалась более коммерчески успешной. Но мы сейчас видим, что подписки тоже работают и хорошо. Что ж, давайте на следующий слайдик раскроем тему, которая касается построения геймплея. Для того, чтобы вы добавили в игру новую механику, вы должны придумать цель. Или, проще говоря, награду. То есть, что игрок получит за то, что он будет в эту механику играть. Как она стыкуется с core геймплеем. И с этой точки зрения все механики можно поделить на четыре типа. Что она дает вам? Контент либо статус? Контент, это, к примеру, шмотка дает мне плюс 20 к силе. Статус, это шмотка выглядит настолько эпичной, что я могу с ней разгуливать везде. И все такие, о, да ничего себе, ты не Фаряна затащил или Аниксию. Вау, вот это ты, пацан. С другой стороны, есть ось индивидуальная против некого социального. Индивидуальная. Это, ну, что-то типа шмотка или фича, награда дает бонус только мне. Социальное, как вы понимаете из названия, это дает всему моему клану, гильдии, сообществу, группе и так далее. Давайте посмотрим какие-то кейсы, как это создавать. Следующий слайдик. Тут вы видите, что есть базовый игровой цикл CoreLoop, в котором что-то происходит, и все. Его проблема в том, что рано или поздно это станет неинтересно. Мы хотим добавлять больше возможностей, больше контента. Все это приводит к увеличению параметров удержания. Игроки гораздо лучше играют, получают больше удовольствия, соответственно, играют дольше. Чем дольше играют, тем больше платят. Мы же все-таки там про коммерческий успех в том числе. На следующем слайдике мы видим, что к этому игровому циклу базовому мы можем добавить какие-то новые идеи. На следующем слайдике. Ага, вот, спасибо. Сейчас будет такой прям момент, когда бедному админу придется переключать много слайдов. Я прям не завидую. Мы добавляем... Да, вы можете задонатить в копилку админов. Я сейчас сам придумаю. И я скину номер своей карты. Админ двигает каждый отдельный кубик вручную. Для этого он использует 16 рабов, которые эти кубики заранее строят. Он их берет из вагонетки и подталкивает. Итак, первый вариант – это, конечно, контентные индивидуальные цели. Приятного аппетита. Спасибо. Я с удовольствием бы что-то поел еще. Но, к сожалению, вот конференция. Итак, сценарий – это простой пример контентной индивидуальной цели. Я хочу что-то получить, к примеру, проходя сценарий. Получаю только я. Это мое индивидуальное. Контентное – почему? Потому что это, ну, скажем так, не продвигает никак мой статус. Да, наверное, если я пройду весь сценарий, всю игру, если это сложно, я где-то потом похвастаюсь. И какая-то доля статусности в этом тоже есть. А вот на следующем слайдике… Сейчас такой админ… Опять этот следующий слайд. Что-то пошло не так, мне кажется. Я вижу систему характеристики. Может, с презентажечкой сутка не так? Да, вот, спасибо большое. Этот слайдик правильный. Давайте попробуем добавить статусную индивидуальную цель. Пвп. Самое простое – это пвп. Почему она статусная? Потому что это сражение с другими игроками, это рейтинг, это слава. Насколько я крутой. Почему она индивидуальная? Потому что я сражаюсь один ради своей славы, ради наград себе. Я думаю, вы поняли логику. И дальше админ просто немножко пощелкает еще. Покажет нам еще какие-то примеры и варианты. Вы пока видите, что все стрелочки идут из курлупа, да? Что это значит? Это значит, что мы используем вот эту базовую игровую механику, курлуп, во всех этих других механиках. То есть, к примеру, сценарий проходится с помощью передвижения, боевки и квестов. Ну, там, на примере, да, там же World of Warcraft, да? Или любой другой MMORPG. Пвп – это та же самая боевка. Дальше мы добавляем, к примеру, клан-луп социально-статусные. То есть, клановые битвы, клановая активность и так далее. А что в этой клановой активности? Да, к примеру, тоже что-то, что использует боевку. Там, сражение с другими кланами. Или, не знаю, какой-нибудь там арена клановая. Опять-таки, в рейды ходим кланам. Но все это использует базовый игровой цикл курлуп. Следующий слайдер. Я люблю, когда переключаю эти слайды, потому что в это время я пью кофе. Пример контентный. Статусные цели – это ваш внешний вид. Appearance. То есть, вы можете добывать в игре какой-то супер уникальной шмотки. Либо, если это стратежка, то какие-то там большие, крутые скины, здания, все что угодно. То есть, то, благодаря чему вас могут как-то узнать, увидеть вашу уникальность. Элементарно сейчас в зале все практически в разных крутых скинах. Это очень здорово. Вячеслав официально одет, а я вот просто в обычном скине. Итак, что тут еще можно интересного про это все сказать? Пока админ двигает дальше, на следующий слайдик. Я вам расскажу, что связи бывают не только вот такие односвязные, когда мы из core loop'а двигаем стрелочку. Но бывает развитие той или иной фичи. К примеру, это PvP. Наша так называемая статусная индивидуальная цель превращается в супер-PvP. Что такое может быть супер-PvP? Ну, к примеру, арены. Раз мы рассмотрели уже на примере World of Warcraft, то есть так называемые батлграунды, поля боя, индивидуальное PvP. И есть арены, это такое массовое, командное, да, даже лучше так назовем, супер-PvP. В любой другой игре это тоже можно придумать. То есть стрелочка уже идет не из core loop'а, а из предыдущей фичи. Для того, чтобы сделать арену, нужно уже иметь какое-то PvP, к примеру, да. Ну, и аналогично клан-loop или клан, там, сити-loop. Вы можете просто быть в клане, а можете, там, клановый город строить в какой-нибудь стратежке. Это круто, да. У нас есть всякие Game of War, викинги, которых рекламируют каждый первый триммер и инфлюенсер и так далее. Что ж, поехали дальше. Учитывая, как часто мы переключаем слайды, чувствую, что Костя просто вот обопьется кофейком. Следующий блок, про который хочется рассказать, это механики. Раз мы сказали, что игровой процесс, который мы строим, состоит из механик, то, наверное, разумно вот прям пойти и посмотреть, какие они бывают. Базово мы сказали, что нужно придумать игру. Игра – это вот это вот core-фича, core-механика, core-loop, то есть базовый игровой процесс, на который добавляют дополнительные механики, чтобы нам было интересно. И вот эти вот дополнительные механики мы сейчас и посмотрим на следующем слайдике. Их вы можете, конечно же, придумать сами. И набор вот этих дополнительных механик, он во многом и определяет жанр. То есть RPG – это где у вас сильная ролевая составляющая, где у вас есть сражения, различные прокачки. Баттлеры – это игры, в которых развитие прокачки ставится на первое место. Стратегии – это где экономическая составляющая превозобладает и так далее. Весь игровой процесс построен, как вы понимаете, на наборе этих механик. Но помимо механик есть контент. Контентом, как вы многие, наверное, уже знаете, мы называем различные игровые объекты, с которыми мы можем взаимодействовать. То есть не хватает иногда просто механики, нужно еще, чтобы эта механика над чем-то оперировала. Ну вот, элементарно, ваши скины – это тоже контент. А механика – это возможность эти скины менять, зарабатывать, откуда-то брать и так далее. Следующий слайдик. Если у вас есть какие-то вопросы, вы тоже обязательно задавайте, я буду рад ответить. Давайте подумаем, какие самые-самые базовые механики. Вот, конечно же, как я говорил, вы всегда можете придумывать их сами. Но базово во многих играх есть три наиболее популярных. Это боевка. Боевка – это всего лишь сравнение неких сущностей. Сущности могут быть разные. Если вы думаете, что только мужские жесткие PvP-игры имеют боевку, то это не совсем так. Когда-то я делал игры типа фермы, и в этой ферме могли сражаться женщины 50 лет. А что такое сражение в ферме? Они мерили, у кого тыква более оранжевая, у кого морковка длиннее, кто друг другу забрызгает патиссонами. То есть это, по сути, тоже боевка, потому что это соревновательный элемент, это сравнение ферм. Просто она не выглядит как мордобой. Она выглядит как именно такой соревновательный геймплей. Так что, в принципе, боевка – очень разнообразная механика. Следующий элемент – это игровая экономика. Экономика – это любой ресурсообмен. Конечно, тут не обязательно игра должна быть экономической, стратегической. Можно даже говорить о таком понятии, как экономика боя. К примеру, раз мы сегодня так многое сказали про World of Warcraft, есть какой-нибудь класс персонажа. Назовем его условно «Чернокнижник». Это совпадение с реальностью случайное. И тогда у «Чернокнижника» мы начинаем выделять, какими боевыми ресурсами он обладает. Допустим, у него есть ХП, запас здоровья мана. Да, совершенно верно. Это боевой ресурс. И у него есть там камни-душ, что там, не знаю, угольки, если это чернокнижник категории разрушения. И экономика боя – это как он этими ресурсами оперирует с помощью обилок для того, чтобы достигать своих целей. Есть экономика в сети-билдерах, в стратежках, везде. Конечно, это огромная механика, там про нее рассказывать – это просто вот очень-очень долго и сложно. И, наконец-то, третья механика, которая присуща практически любым играм – это прокачка. То есть любой вид прогресса, даже сюжет – это тоже прогресс, прохождение сюжета. Прокачка – это развитие скиллов, навыков, в том числе не только вашего игрока, а вас самих как игрока. К примеру, да, то есть может показаться, там, не знаю, матч-3 игры женские. Во-первых, не совсем. Это игры достаточно для смешанной аудитории. Там 30% мужчин бывает. Во-вторых, в матч-3 есть такая интересная фишка, как прокачка вас самого. То есть вам нужно становиться умнее, прогнозировать ходы для того, чтобы вот эти вот шарики, там, друг с другом и конфетки соединять. То есть в некотором роде матч-3 получается близко и родственно к CSGO, потому что и там, и там вам нужно качаться. И качать именно себя. Поэтому, конечно, это круто. Вопрос. Можем ли мы считать экономикой в батл-роялях само оружие, типа в разных местах лежит. Да, там очень в этом плане, там, ну, немножко натянуто, но можно. Экономика батл-рояля, это, ну, такая некая логика распределения лута по карте и логика того, как игрок этот лут меняет. То есть наша же цель какая? Это оружие, там, броню и все прочее, получать все более-более крутые, чтобы как-то развиваться, иметь больше шансов на победу. Соответственно, чем более крутая шмотка, тем с точки зрения игры она должна лежать в том месте, которое имеет, там, скажем так, больше требований к сражениям за это место. То есть если вы просто взяли и нашли, где попала шмотка, скорее всего, она будет слабая. И если вы ее нашли в домике, в сундуке, до которого может добраться кто угодно, то, скорее всего, она будет более сильная, потому что вам за ней нужно будет посражаться. И, конечно, делать батл-рояли с точки зрения вот этого баланса, это тоже непросто. Это довольно интересные механики. Окей, поехали дальше. Попробуем посмотреть на боевку более пристально. Я не буду особо много сегодня уделять внимание экономике и прогрессу. Ну, просто не успеем. А боевку чуть-чуть попробую разложить на части. Что это, в принципе, такое? Любая боевая система состоит из трех элементов. Это я вам поставил картинку «Жизнь Занерзула», чтобы было больше грудей и сексизма. А то как-то совсем не по-человечески, если не попадется такой картинки в презентации. Итак, первая часть боевки – это, конечно, система характеристик. То есть, вот это вот все – сила, ловкость и так далее. Все, что мы хотим, мы любим. Второе – это математика. Любая боевка – это очень сложная математика. Что такое вообще математика боя? Это когда вы превращаете вашу систему характеристик в конкретные цифры. Я смотрю, в чате разыгрывается бой между Ардой и Альянсом. Друзья, давайте посмотрим, кто больше, там, за Орду или за Альянс. Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы за Орду, и минусик, если вы за Альянс. Ну, можно и словами, то есть тоже как хотите. Плюсы, минусы. Я смотрю, все практически есть. Блин, круто, круто. И красные, и синие. И все друг друга сосед. Блин, круто. Я вот, кстати, вам очень советую играть в такие игрушки на английском. Я вот сам играю в World of Warcraft на английском языке. И в Darkest Dungeon играю на английском. И в Цивилизацию играю на английском. Потому что мне просто, ну, чисто скажу так, лень учить английский язык классическими методами, а знать нужно. Поэтому просто вот играние в игры в оригинале на английском очень сильно помогает действительно нативно изучать язык, прикладывая меньше усилий. Окей. Локализация, кстати, Warcraft российская считается одной из лучших. Я имею в виду даже скорее не World of Warcraft, а третий Warcraft. Потому что там сами Blizzard, даже очень хорошо отзывались о российской локализации и на озвучку, и на текстуры, на тексты, на все подряд. Там хорошо. Reforged, к сожалению, к огромному меня разочаровал, как и многих. Вы знаете, игра хорошая. Если объективно, вот прям исключить всю субъективную оценку, то Reforged игра крутая. Но мы ожидали не просто хорошей игры, мы ожидали шедевра. Потому что Warcraft 3 во многом был шедевром. И когда нам показали просто хорошую игру, в которой могут быть баги, проблемы, которая не показала никакого развития относительно оригинального Warcraft 3, то, конечно же, тут поднялись тонны, просто дикие тонны недовольства. Я абсолютно понимаю людей. я сам ожидал другого. Окей. Это мы поняли. Тут важно еще отметить, наверное, что любая боевка, это кроме характеристик, кроме, собственно, механики и математики, это еще визуал. Как мы сказали, есть визуал боевки в виде тех самых фермочек, где мы можем друг с другом посражаться с морковками. Есть визуал экшеновый, когда очень сильно рулят скиллы, и есть визуал RPG-шный, когда рулят прокачка, навыки, то есть сразу все, рандом. Есть три базовых составляющих, которые влияют на шансы на успех. Это рандом, то есть случайность, это мощь, то есть прокачка вашей экипировки, ваших скиллов и всего, что у вас есть, и это скилл, то есть непосредственно ваше умение всем этим пользоваться. Соответственно, поехали на следующий слайдик. Кость, пока переключают, напоминаю, что осталось 20 минут до конца лекции. Спасибо большое. Спасибо, Вячеславу, мы постараемся все успеть быстренько, вдруг у вас будут еще вопросики. Следующий слайдик показывает нам системы характеристик. Уверен абсолютно, что многие из вас хотя бы какие-то из них слышали. Система характеристик это вот как раз то, какие скиллы, навыки у вас есть, какая логика, как они превращаются в цифры. Спешл, это Fallout. Я думаю, многие из вас играли в первый, второй, третий Fallout и так далее. Другая популярная система, одна из самых древних, конечно, это D&D, Dungeons & Dragons, это Baldur's Gate и вот все, что с этим связано. Очень древняя. Гурбс. Это система характеристик, основанная во многом на D&D. Это, к примеру, Arcanum of Steamworks and Magic Obscure. Это Might and Magic, то есть такие древние, древние, крутые игры. Как соблюдать сложный игровой баланс между классами на примере WoW? спрашивает игрок наш, наш участник, KVLNKT, Йоху. На самом деле, это очень глубокий вопрос. Я на своих лекциях вот на нашей программе менеджмент игровых проектов про него рассказываю и рассказываю про него наверное полчаса или час даже. Вся фишка в том, что очевидно, вот для меня просто, для всех нас, наверное, если мы очень глубоко задумаемся, что неужели разработчики World of Warcraft там 3000 человек настолько дебилы, что за 15 лет не смогли сделать крутой баланс. Да, конечно, могут. Если есть такая потребность, можно сделать баланс классов. Да, это суперсложно. Да, это много математики, много плейтестов. Но есть еще такая клевая фишка, как то, что они все потихонечку этот баланс перестраивают в каждом обновлении. Почему? А потому что они хотят того, чтобы постоянно был срач. постоянно было обсуждение. Мы говорили, блин, да рыцарь смерти имбалансный, да паладин говно и все прочее. То есть, если все будет идеально сбалансировано, то движение комьюнити, интерес потихонечку будет угасать. Поэтому большинство игр, так или иначе, вот этот баланс постоянно, постоянно крутит. Окей. Соответственно, вы понимаете по картинке, что есть отдельная система характеристик, заложенная Диабло. Она во многом стартанула логику, характеристик для всех современных игр. И World of Warcraft как игра, которая эту систему развила. Давайте поедем на следующие слайдики. Будем потихонечку ускоряться, чтобы я вам успел все дорассказать. чтобы вы понимали, что такое математика боя. Как вообще все это работает. Я, конечно же, не могу вам за коротенькую такую лекцию показать все достаточно глубоко, но простейшая боевка это какая-нибудь, не знаю, герой меча и магии. Когда у вас есть стеки юнитов, мы начинаем записывать уравнение зависимости текущего урона от текущего запаса жизни. К примеру, половина юнитов из стека умерла, значит, урон упал вдвое. H1 это изначальный запас здоровья, у вас есть 10 лучников с 10 хп, соответственно, у них 100 хп. Половина лучников умерла, то есть H маленькая осталась, значит, и урон у них тоже упал в два раза. Внизу вы видите дифференциальное уравнение первого порядка, которое говорит очень простую вещь. Запас здоровья игрока 1, то есть H1, падает пропорционально урону игрока 2, то есть D2. Падает, это вот знак минус. А T, то есть с течением времени. Перерывы между спикерами небольшие будут. Соответственно, для чего я вам показываю? Чтобы вы понимали, что делать игры на позиции геймдизайнера это в том числе математика. Иногда она простая, иногда немножко посложнее решить боевку World of Warcraft. Конечно, вы не обойдетесь решением двух дифференциальных уравнений первого порядка. Там прям жестячок будет. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому, если вы хотите быть геймдизайнером, то думайте о вашем направлении, о вашей специализации. Конечно, людей, которые делают математику и баланс, их меньше в геймдизайне, поэтому они зарабатывают денег больше. Потому что спрос на них есть, а не все математику любят или не все хорошо учили. То есть, с этим тоже есть некие свои трудности. Гулдан. Я показал его для примера, потому что на вот моих занятиях, на лекциях по игровой логике и на практике одна из любимейших задач всех моих слушателей это, конечно, боевка с Гулданом и Нерзулом. И вопрос, кто победит? Гулдан или его учитель? И мы, как студенты, должны всю эту боевку взять, Excel-ечку либо бумажку, кто что любит, и посчитать. Жизнь за Нерзула. Я прям тоже эту боевку очень люблю. Получается суперинтересно. И я хочу показать своими занятиями и вот этой всей темой, что математика полезна, что она нужна, и что делать игры, да, это сложно, но это действительно весело и круто. Следующий слайдик. Посмотрим чуть-чуть про экономику боевку. Я показал для примера вот здесь картинку из игры Hustle Castle, которую делали в России в Mail.ru, потому что в этой игре есть сразу и неплохая экономика и неплохая прокачка. Вот такая вот игрушка. Следующий слайд. В принципе, как я уже говорил, практически все игры в той или иной степени содержат и экономику, и боевку, и прокачку. Вот. Кто-то делает это более успешно, кто-то делает это менее успешно, с дисбалансами, с проблемами, а кто-то, как Blizzard, вводит намеренный дисбаланс, и это уже более высокий, интересный уровень. Следующий слайдик не появляется, нет? Где слайдик? О, спасибо. Я вам покажу всего лишь две картинки для примера экономики. Есть такая игра Clash of Clans. Иногда ее, шуточку, называют Clash of Clones, потому что клонов этой игры мобильных абсолютно огромное количество. И когда я рассказываю слушателям про экономику, я показываю в том числе вот такой слайдик, это время добычи, время апгрейда и стоимость апгрейда в ресурсах, к примеру, золотого рудника, шахты или добытчика эликсира. У них цифры одинаковые, вопрос только в ресурсах. И если посмотреть на стоимость апгрейда, это вот нижняя линия зелененькая, вы видите, что это экспонента. По оси X у вас указаны уровни, до которого нужно апгрейдить. По оси Y это вот у вас либо время апгрейда, либо стоимость апгрейда. То есть, соответственно, в количестве эликсира, либо в количестве часов, которые для этого нужно потратить. Следующий слайдик. То есть, что здесь интересно, вы видите, что одно идет чисто по экспоненте, а другое какое-то кривое. Я вот думаю, а что это такое кривое? Интересно, да? Почему время апгрейда, это вот нижняя синяя линия, оно не идет по экспоненте? Я нарисовал расчетное теоретическое время, и оно по экспоненте пошло. Все как должно быть. Экспонент это такая кривая математическая формула, то есть функция. И, соответственно, я долго думал, и когда посмотрел на эти цифры, понял, разработчики Clash of Clans сделали простую вещь. Они отошли от теоретической модели к неким красивым цифрам просто ради красоты этих цифр. Они не стали писать, что здание апгрейдится 6 дней, 18 часов, 34 минуты, 10 секунд. Чтобы игрокам было проще, они просто написали время апгрейда 6 часов, 6 дней, потом следующее, 7 дней, 8 дней. Поэтому вот эти графики теоретические и реальные расходятся. Следующий слайдик. Это вот просто пример, да? Я, конечно, понимаю, что рассказать глубоко про экономику за сегодня не успеем, просто я вам показываю на примере, чем мы реально как геймдизайнеры занимаемся каждый день. Это скриншот из игры Heroes Charge. Это довольно старенький классический батлер. Скриншот показывает список героев. Здесь можно прокачивать все. Это просто мега-жадная игрушка, которая идеально придумала прокачку. Вы можете вставлять шмотки в героев, прокачивать рамочки, количество звезд, обилки, уровни, просто все. Разработчики большие молодцы, они напридумывали нам возможности тратить ресурсы. И грабить караваны, конечно, тоже. Больше караванов, больше грабежа. Соответственно, придумывать системы прокачки тоже не так уж и просто. И геймдизайнеры всегда смотрят на чужие игры, вдохновляются ими и придумывают что-то свое. Скажем, в гиперказуале смотрят не только на игры, а больше на реальные вещи вокруг нас. Типа, давайте резать что-то. Следующий слайдик, пожалуйста. Ну, я, в принципе, рассказал вам основной посыл презентации. Я завершаюсь. И хочу сказать, что помимо вот всей этой крутой работы, которую я вам показал, нужно еще знание аналитики. Вы запустили игру, и нужно как-то понять, нравится игрокам или нет. 10 миллионов человек не спросишь. Поэтому, конечно, нужны какие-то крутые системы, которые позволяют мнение наше, как игроков, превратить в цифры. Вот здесь, к примеру, график функции так называемой retention первого дня. Это удержание. То есть, какое количество людей из тех, кто зашел вчера, вернулись сегодня. И вот показано, что в самых топовых крутых играх, это вот, видите, зеленая линия наверху, эта цифра составляет порядка 40%. В среднем эта цифра 25%, это оранжевая линия. Ну, и самые слабые игры имеют ее порядка 10%. То есть, если вы, четверть ваших игроков, 15-25%, на следующий день после регистрации вернется в игру и продолжит играть, значит, ваша игра уже средненькая, хорошая. Вот. Про анализ рынка и конкурентов, к сожалению, я не успею рассказать. Это такая маркетинговая тема. У нас часто проходят вышки мероприятия, в том числе по маркетингу, и очень крутые специалисты ведут их. Вот, там Сергей Языков, наш преподаватель, там специалисты из 1С и так далее. Вот. Поэтому, конечно, очень тема хорошая, глубокая. Окей. На этом мы подходим к концу. Следующий слайдик. Сделаем кратенькие с вами выводы. Что же мы поняли? Первое. Для того, чтобы сделать новую игру, продюсер должен придумать и сделать видение. То есть, понимание вообще вот это глобальное, что это за игра, для кого это игра и так далее. Далее мы детально все это описываем, все эти механики, документируем. Гейм-дизайнеры, как люди, которые способны это продюсерское видение с помощью математики, расчетов, табличек, контента, программирования, чего угодно, привести в игру, занимаются документированием, описанием всей игры. Мы придумываем для игрока цели и мотивацию, то, что вот мы сказали. Мы продумываем, прописываем каждую механику, придумываем сюжет, создаем контент, ну и наконец-то занимаемся аналитикой и плейтестами, чтобы проверить то, что у нас получилось. Вопрос. Сколько необходимых ресурсов, вопрос из чата, и людей для начинающей игровой студии в СНГ и Европе? Это зависит от того, какую игру вы будете делать. Если вы делаете, скажем, мобильную игру, то это где-то 10-50 человек. То есть даже в 10 человек уже можно что-то сделать. Если серьезная мобильная игра, то это 25-50. если вы делаете PC-шную игру, то есть для компьютера, то, конечно, это уже там те самые 40-50-60 человек. Консольную игру там может еще чуть больше, ну чуть-чуть. Если это AAA, там вообще 200 человек, это дорого. Если вы делаете гиперказуальную игру, это 2-3 человека. Таким образом, в принципе, в команде в 10 человек уже что-то можно сделать. Если вы делаете инди-игру для стима, тоже там можно минимальной командой 4-5 человек, где-то 10 человек. Вот вы можете на эту тему обратиться к Вячеславу, он потому что помогает как раз людям собирать команды, и у него их много, там как раз где-то 5 человек, где-то 10. Вот. А я делаю гиперказуалки, я издаю их, паблишу, то есть я закупаю трафик, трачу деньги. Если у вас есть свои гиперказуальные игры, приходите ко мне. Я залью вас рекламой, чтобы вам было очень хорошо. Вот. На этом, друзья, все. Я вас благодарю за внимание. На следующем слайде будут мои контакты. Вы можете позадавать мне вопросы в ВКонтакте, здесь, сейчас, вы можете через Вячеслава меня найти. А давай сразу на вопрос один ответим. Вот есть вопрос, в Дискорде задавали вопрос, такой, а есть какой-то систематизированный список видов игровых циклов? Да, есть такое. Значит, есть несколько статей на эту тему. Вообще, список огромный, полный всех крутых статей про геймдев и геймдизайн есть у нас на сайте вышки. Я думаю, там может поделиться сейчас коллеги ссылкой на этот список. Да, я сейчас занесу этот список в раздел новостей. Да, спасибо большое. есть соответственно одна из таких статей на ДТФ от Игоря Соловьева про создание игровых циклов, механик, вот там как раз про циклы и как это делается есть. Что нужно для подачи гиперказуалки к вам? Напишите мне, просто покажите мне билд или прототип своей игры и мы уже там с коллегами решим. У меня есть вопрос, вы выпили кофе? Да, я выпил кофе, спасибо. Самая простая по коду минимальная по вложениям и популярная игра по вашему мнению? Вы знаете, я не могу сказать, конечно, по коду, какая самая простая, но с точки зрения сочетания простоты и выхлопа, то есть того, насколько игра стала популярной и интересной, это, конечно, панч-клаб из российских. То есть игра, которая делалась, скажем так, не очень долго, не очень сложно, но при этом она завоевала большую любовь аудитории. Стоит ли читать книги по геймдизайну, про маркетинг, психологию? Все стоит читать, разумеется, но помните, что геймдизайн настолько быстро меняется, настолько тема вообще динамичная, что книги очень быстро устаревают, поэтому читайте книги не про конкретные механики, вот про конкретику читайте статьи в интернете и про маркетинг, да, а книги хорошие про глобальные фундаментальные вещи, в принципе, про подход к геймдизайну, такие книги, как The Book of Lenses, The Art of Game Design, GC Shell, что там, Level Up, вот это вот все. Окей. Разработка игр и теория развлечений актуальна и вообще нормальная. Некоторые моменты актуальны, но не все. Все очень быстро меняется. Это вот даже есть классическая книга Designing Virtual Worlds Ричарда Алана Бартла, но она как бы тоже очень хорошо описывает MMORPG, но если вы делаете что-то другое, то уже там не настолько актуально. Кровь, пот и пиксели, да, конечно, эта книга такая довольно интересная, она не про обучение абсолютно, она про, назовем это так, историю, поэтому, конечно, она интересна ее почитать не как учебник, а просто как книгу художественную литературу, так же, как есть книга «Наша игра», которая тоже рассказывает про историю российского геймдева, к примеру. Вот, это все интересно почитать. Как вы относитесь к командам, которые занимаются моддингом? Есть ли смысл их продвигать? Да, да, и моды к Warcraft 3, значит, смотрите, чем хороши моды? Во-первых, вы на этом делаете себе портфолио. Людей, которые делали моды в игровую индустрию берут более охотно. Во-вторых, вы учитесь и потом можете даже делать сами какие-то игры, если, ну, в любом случае, эти скиллы вам подойдут. Ну, и в-третьих, сами моды для каких-то игр можно продавать. Много, где пишут требования понимания рынка мобильных игр, как его достичь. Вы знаете, вот на самом деле, если... Это очень сложно, то есть настолько сложно. Есть всего два способа. Способ номер один, который вам доступен, это играть каждый день в новые мобильные игры. Я вот, когда делал стратежки, батлеры, я просто реально каждый день играл в десятки батлеров, делал просто... Ну, очень много на это время тратил. И через какое-то время это понимание улучшается. Второй момент это общение с людьми, которые все это делали. Вот это супер важно, супер незаменимо. Самый лучший способ общения с такими людьми, конечно, когда вы сами работаете над такой игрой, на практике, они вам рассказывают, учат и помогают. Когда такого нет, то это посещение конференций, общение с людьми на конференциях. И учеба, и обучение, можно просто пойти поучиться. Да, да, это очень крутая тема, можно поучиться дистанционно, пройдя курсы, там, различные основы, можно пойти учиться к нам, у нас и дистанционно, и очно, это тоже хорошая тема. Ну что ж, тогда остальные вопросы, Костя, я думаю, можно будет их, наверное, сейчас занести и ответить, например, в разделе вопросы спикеров, да, вот там вот есть в Дискорде раздел вопросы спикеров, вот, Костя, тогда на них ответит. Давайте, не знаю, давайте скажем Константину спасибо за за то, что он сегодня нам вот все это рассказал. Мы сегодня с Костей еще встретимся, буквально через час, кстати, потому что буквально через час у нас будет круглый стол по игровым механикам, где Константин в том числе встречается, так что, Костя, мы с тобой не прощаемся. Спасибо большое, Вячеслав, друзья, вам тоже большое спасибо, вы прямо-то очень круто так внимательно слушали, вопросы задавали, вопросы это вот всегда признак того, что вы погрузились в тему. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...